Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ продолжается. Вторая его часть посвящена, как мы с вами прекрасно знаем, встрече с успешными российскими бизнесменами. Называется она «Бизнес-класс». Так вот, в эфире Финам.ФМ «Бизнес-класс». Меня по-прежнему зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшнего эфира замечательная. Мне, по крайней мере, она очень близка и интересна. Мы будем говорить сегодня о паевых инвестиционных фондах для розничных инвесторов. Буквально некоторое время назад, если вы помните, в эфир «Сухого остатка» звонила наша слушательница. Интересовалась инструментарием, который доступен для частного инвестора, который мог бы с небольшими рисками все-таки ссурить большую доходность. Пытались мы ответить на этот вопрос. Ну и, кстати, на этот же вопрос, в эту же тему, да, сегодня мы будем разговаривать с моим гостем Юрием Белонощенко в студии «Бизнес-класса», генеральный директор управляющей компании «УралСИП». Добрый день, Юрий. Добрый день. Итак, как правильно инвестировать, как выбрать приемлемый уровень риска, чтобы получить наиболее эффективный результат? Все эти вопросы традиционно интересуют любого инвестора, будь он большой, будь он маленький, будь он частный, будь он институциональный. Риск-доходность, риск-доходность всегда. Эти две проблемы нас с вами интересуют. Уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашей беседе, задать свои вопросы. Телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код москвы 495, сайт компании финам.фм. Ну что ж, Юрий, первый вопрос. Если не возражаете, давайте о предмете разговора в деталях. Что такое, собственно, паевый инвестиционный фонд? Ну, паевый инвестиционный фонд – это такой комплексный портфель, коллективный портфель, который формирует управляющая компания, как российские управляющие компании, так и на Западе. Это давно распространенный продукт, там он называется взаимные фонды. И, соответственно, каждый инвестор имеет определенную долю в этом портфеле. Этот портфель, как правило, является хорошо диверсифицированным, он составляется по определенным принципам, по определенной инвестиционной декларации, регулируется достаточно большим количеством внешних разных органов независимых. Поэтому он и считается наиболее приемлемым именно для частного, я бы подчеркнул, непрофессионального инвестора. Приемлемый с точки зрения риска все-таки, да? Приемлемый, да, с точки зрения того, как это все организовано, с точки зрения того, чтобы с деньгами инвестора все было в порядке. Совершенно верно. Потому что есть рыночные риски, да, когда там та или иное движение на рынке, удорожание или удешевление, да, так сказать, инструментов, которые было вложено, приводит, словно говоря, к прибылям и убытке. А есть еще нерыночные риски, связанные с проблемой, да? Да, какие-то операционные риски и так далее. Вот в боевых инвестиционных фондах эти риски минимизированы. И это, в общем, является такой общепринятой и западной практикой, и в том числе и в России. Если вы посмотрите на историю нашего рынка, то вы найдете там каких-то, не знаю, там конфликтных, может быть, или скандальных историй, которые были связаны с фондами, но точно меньше, чем пальцы на руке. Гораздо меньше, конечно. Гораздо меньше, чем с брокерскими компаниями, чем с коммерческими банками там и так далее. Поэтому это, на самом деле, очень удобный и правильный инструмент для непрофессионального частного инвестора. И вот мы в нашей управляющей компании как раз являемся такими, в общем, фанатами этого. То есть мы считаем, что только этот инструмент и является правильным для частных клиентов. Кстати, почему вы фанатеете именно от пифов, да? Есть же огромное количество других, ну, как минимум, если и более рисковых, то, по крайней мере, более доходных инструментов. Ну, смотрите, вот я опираюсь здесь на, может быть, на две основных составляющих. Это на, скажем так, на свой личный опыт работы на финансовом рынке и на ту статистику, которая существует на рынке как в России, так и за рубежом. Юж, вот по поводу личного опыта. Вы опытом обладаете непосредственно инвестора или управляющего все же, да? Человек, который изнутри видит рынок. Смотрите, я всю свою жизнь проработал в инвестиционных банках и в управляющих компаниях. И работал как в брокерских отделениях, так и уже в классических управляющих компаниях. Поэтому у меня такой двойной взгляд на рынок. Я работал с клиентами, которые являются более такими активными торговцами, активными спекулянтами. Те, которые торгуют через интернет, те, которые торгуют с голоса, через советников. Также и вот в управлении активами уже получил опыт доверительного управления, боевых инвестиционных фондов и стратегий разных. Поэтому здесь я считаю, что я могу абсолютно, ну достаточно объективно оценивать все вот эти вот, какой формат работы наиболее подходит для частного клиента. Потому что здесь мы можем, конечно, всех клиентов или всех инвесторов, которые есть на фондовом рынке, разделить, может быть, на несколько групп. Мы можем сразу выделить так называемых институциональных инвесторов, можем их выделить и, может быть, вынести за рамки рассмотрения нашей сегодняшней беседы. Это негосударственные пенсионные фонды, это страховые компании, соответственно. То есть это инвесторы, которые внутри себя содержат профессиональный отдел или управление по управлению их активами. То есть им подсказывать ничего не надо. Да, да, да. Они знают сами, в общем-то, много чего. А среди частных клиентов, конечно, я бы выделил уже несколько категорий. Это так называемые, ну, на Западе это называются такие селф-трейдеры. То есть те, которые торгуют сами, те, которые любят принимать решения сами, они готовы сами нести ответственность и сами, соответственно, гордиться собой, если у них что-то получилось. Эти люди в основном торгуются. Это серьезная мотивация, гордиться собой после этого, да? Конечно, конечно. Причем, более того, я прекрасно знаю взаимоотношения подобного, да, активного трейдера с той же самой брокерской компанией, да, когда все-таки она пытается, да, какие-то советы давать или там аналитику предоставлять. Но потом вот это вот, так сказать, понимание своего я, когда звучит, например, так, ну вот вы мне вон что говорили, а я вон что сделал, и кто в результате прав? Да, 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 и там, знаете, вот если так вот категоризировать эти как бы разные виды инвесторов, мы можем такие полутона выглядеть. То есть есть люди, которые полностью торгуют сами, есть люди, которые полностью отдают в доверительное направление. Но между ними еще есть те, которые говорят, я послушаю твой совет и сделаю это сам, или я выскажу свое мнение, но сделайте это за меня. Поэтому вот это тоже вот разные как бы категории инвесторов, и для каждого, соответственно, типа клиента подходит, наверное, правильный финансовый посредник, который уже выводит его деньги на фондовый рынок. Но мы сегодня будем говорить, наверное, больше про тех клиентов, которые готовы, ну полностью или практически полностью, в общем, довериться финансовому посреднику для того, чтобы уже при помощи профессионального консультанта принимать все решения, или точнее отдать принятие этих решений непосредственно финансовому провайдеру. То есть я правильно понимаю, что инструмент, который мы сегодня обсуждаем, паиво инвестиционный фонд, это инструмент вот для этой категории инвесторов, да, которые доверяют непосредственно своему бизнес-партнеру. Я могу как бы объяснить и описать, то есть какой это клиент, это клиент, который работает где-то, не знаю, там, владеет собственным бизнесом или работает в каком-то бизнесе как наемный менеджер. То есть он строит свою профессиональную карьеру в какой-то области и полностью занимается только этим. У него нет времени смотреть за индексами, там, за котировками акций, за курсами валют, размышлять, читать огромные пачки аналитики, принимать решения. То есть он зарабатывает деньги в другом месте, а мы, соответственно, являемся правильным оператором для него, для того, чтобы вот те деньги, которые он зарабатывает, какую-то их часть, которую этот клиент решает сберегать, мы уже в соответствии с потребностями этого клиента профессионально размещаем на рынках, на российских или на западных. Вот именно такой тип клиента, потому что те клиенты, которые, не знаю, там, торговля является для них основным видом деятельности. Тогда, конечно, они сидят с утра до вечера у экранов компьютеров или всю ночь сидят также там с красными глазами и сами уже это делают. Вот мы для других, мы про другое. Ну и хорошо, давайте вот для этих других, собственно, мы будем некие предложения сегодня озвучивать. Итак, почему же все же, да, вы говорите сейчас о том, что паевый инвестиционный фонд вот в нынешнее время, нелегкое, кстати, время, да, и для российского фондового рынка, и для финансовых рынков в целом, потому что их все время сейчас лихорадят, они чего-то ждут, они на что-то одеются. Экономика, тем не менее, мировая, да, буксует, американская, восстанавливается, но не так. И тем не менее, вы предлагаете и говорите, вот это правильное решение. Да, абсолютно так и есть. Но, во-первых, мы считаем, что в более-менее нормальном состоянии находятся сейчас рынки, если даже, я бы сказал так, глобализировал, то есть в целом по всему миру более или менее нормальная ситуация. То есть нет какого-то глобального коллапса, какого-то вот прям острокризисного явления. А ожидания этого коллапса есть? Ну, на ваш взгляд, Юр. Вы знаете, я бы сказал, вот два, как бы, наверное, у меня такое есть, два подответа на этот вопрос. То есть, первое, таких ожиданий нет у нас. И второе, для нас не так важно, для нашего типа клиента не так важно, что произойдет в ближайший год с фондовым рынком. Или в ближайшие даже несколько лет. То есть тот самый коллапс ему не страшен, я правильно? Ему не страшен. Здорово. Я объясню, почему. Потому что мы ориентируемся на тех клиентов, которые смотрят и действуют долгосрочно. Если вы смотрите и действуете долгосрочно, вас не интересует то, что происходит в моменте. Если вы решили, что да, вы осознаете, что когда-то вы выйдете на пенсию, скорее всего, ваша пенсия будет на порядок ниже, чем ваши зарплаты и премии, которые вы зарабатываете в обычной жизни. И вы задумываетесь о том, что нужно что-то делать, чтобы потом сохранить свой уровень потребления, например, такой же, как у вас есть сейчас или близкий к этому. И вы начинаете сберегать долг. Юрий, я прошу прощения, мы сейчас немножко прервемся. У нас новости на Финам.ФМ. И потом мы продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии. Юрий Белонощенко, генеральный директор управляющей компании УралСИП. Тема сегодняшнего эфира – паевые инвестиционные фонды для розничных инвесторов. Как правильно инвестировать, как правильно выбрать приемлемый уровень риска, как получить наибольшую доходность. Вот об этом мы говорим сегодня с моим гостем. Я напомню, уважаемые слушатели, телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Тем более, что, еще раз повторю, тема очень и очень актуальна. Выбор финансовый инструмент – сейчас вопрос номер один для тех, кто интересуется, как минимум, фондовым рынком. Продолжим, Юрий. Да, мы остановились на том, что наши клиенты – это те люди, которые понимают, что инвестировать нужно в длинную. Инвестировать нужно в долгу. И только такие инвестиции, они на самом деле позволяют людям и существенно увеличить их сбережения, и существенно снизить риски, которые как раз связаны с колебаниями фондового рынка. Поэтому мы ориентируемся, я бы сказал, вот как-то ментально на такой тип людей. Мы не описываем их какими-то социально-демографическими признаками, там, по полу, по возрасту. Мы говорим, что наши клиенты – это те люди, которые думают так же, как мы, которые разделяют наши взгляды на инвестирование. И мы своей глобальной задачей, как управляющей компанией, видим научить людей инвестировать правильно. – А в принципе, вот именно этот подход к инвестициям, он и есть правильный, если попытаться каким-то образом оценить любой подход. – Да, да, он является правильным, и доказательств этому множество. Вы можете почитать литературу, вы можете почитать выдающихся инвесторов, вы можете посмотреть статистику и так далее. И все говорит об этом. Какой-то проблемой является то, что наш рынок российский достаточно молодой, и молодой и в плане возраста финансовых посредников, которые вообще есть на этом рынке, и молодой, что люди еще не так много инвестировали и не получили такого опыта. Поэтому, если посмотреть на индустрию паевых фондов, ну, например, там, за последние, там, 10, не знаю, там, 15 лет, мы увидим, что основной моделью на этом рынке была следующая. Компании предлагали отдельные пифы, как, то есть, такое, как One Stop Solution, это называется, то есть, такое, одно решение для клиента, покупка какого-то конкретного фонда. Маркетировали, как правило, один из лучших своих фондов, который показал наибольшую доходность за какой-то, там, за последние полгода, например. – Хотя это не показатель, да? – Хотя это не показатель. И, как говорят американцы, покупать паевые фонды на основе их прошлой доходности, это все равно, что ехать в автомобиле с закрытым лобовым стеклом, ориентируясь только по зеркалам заднего вида. То есть, мы понимаем, что это, как бы, ну, глупость, да? Но когда мы выбираем финансовый инструмент, очень часто мы смотрим именно прошлую доходность. И управляющие компании во многом вот предлагали клиентам именно прошлую доходность фондов и какой-то один фонд. К чему это приводило? Первое. Как правило, эта доходность почти никогда не повторялась в будущем, потому что лидер, который уже показал какой-то рост, как правило, не мог его продолжать. Второе. Это были очень узко направленные инвестиции, потому что это какой-то один фонд, это очень узкий взгляд. Например, это были там акции второго эшелона или это, например, были акции потребительского сектора. И получается, что инвестор не имел диверсификации, инвестор был недоволен доходности, он получал какие-то убытки вследствие резких колебаний рынка, и люди тогда уже с опаской относились к инвестициям вообще. Поэтому наши базовые принципы, когда мы говорим вообще об инвестициях, когда мы говорим об этом, мы говорим, что мы вот есть определенный набор таких вот классических правил для инвестирования. Они не нами придуманы, не мы их изобрели. Поэтому это вот такая вот прям классика, классика западного рынка, которая, тем не менее, оправдана уже десятилетиями и столетиями, как это вообще существует. Какие это основные положения, которые лежат в основе нашей философии, я бы сказал, и идеологии? Первое, это, я бы сказал так, приоритет распределения активов, или S-Tallocation, как он называется, приоритет распределения активов над всеми остальными параметрами. Это значит, что то, в каких составляющих частях, в каких пропорциях разные классы активов находятся в портфеле инвестора, это и определяет на 90% конечную доходность этого портфеля. Ни моменты покупки-продажи, ни купить это сегодня, в конце лета, или в начале середины осени. По этой цене или поменьше. Да, по этой или поменьше, да. Вот сегодня или завтра. То есть ни тайминг, ни это определяет. Конечную доходность определяет набор активов. И есть многочисленные исследования на эту тему, которые делались и ведущими инвестиционными банками, и ведущими консалтинговыми компаниями, которые говорят, что именно от этого зависит. Второй принцип, который, в общем, следует за этим принципом, это приоритет того, что риск-профиль инвестора определяет как раз S-ta-location, определяет, какой набор активов у него должен быть. Потому что один инвестор ориентируется на более короткий срок, не знаю, там, на 5 лет, например, или на 10, и готов принять риск, готов максимизировать свою будущую прибыль. Другой человек может быть ориентирован и на 10, и на 15 лет, и его требования к риску значительно ниже. То есть риск-профиль определяет в том числе будущее распределение активов в портфеле инвестора. Я правильно понимаю, сначала я должен определиться с количеством потерь, с возможностями риска своего, каким-то образом озвучить потенциальную желаемую доходность, а после этого мне предлагается. Тогда тебе нужно вот это. Да, да. И вот разговор наш, который мы строим с клиентом, когда мы начинаем клиенту прежде всего задавать вопросы. То есть не сразу мы ему, да, вываливаем на столе, ну, давай, выбирай. Да, да. Смотри, как много у нас всего хорошего. А сначала надо понять. Да, то есть если по такой аналогии с рестораном, то есть у нас не происходит, что пришел клиент, сел за стол, и мы подходим к нему и говорим, у нас сегодня там щавелевый суп и картошка, например. Мы не говорим, что вы хотите. Вы хотите поесть, попить и так далее. Поэтому мы спрашиваем, какой ваш возраст, на какой срок вы готовы инвестировать, какое ваше отношение к инвестициям, крайне важна сохранность, готовы допустить какую-то просадку, на какой среднегодовой рост вы рассчитываете, какими финансовыми инструментами вы уже пользовались, что вы будете делать, если стоимость ваших активов снизится до какого-то уровня, как вы будете к этому там относиться, переживать, какую часть доходов вы готовы инвестировать в длинную, планируете ли вы когда-то их выводить, какую часть, какая готовность к риску. То есть вот мы начинаем задавать клиенту вопросы, над которыми он раньше, в принципе, и не задумывался. Кстати, я хотел спросить, что он не на все вопросы сразу сможет ответить в моменте. И в этом наша роль, помочь человеку понять самого себя. То есть это первый этап, очень важный. В принципе, мы можем вот, одно то, что мы сделаем, вот этот такой как бы, ну, опрос, разговор, уже помогает человеку вообще понять. И я считаю, что нормальным результатом такого нашего разговора может быть, когда мы клиенту, например, говорим, мы не рекомендуем вам инвестиции на фондовом рынке вообще. Это нормальный результат. В результате вот этого опроса, да, вы можете прийти к такому выводу. Конечно, да, конечно. Если, например, если у клиента, ну, там, не знаю, предпенсионный возраст, например, да, эти сбережения являются очень важной частью его жизни. Предстоит какая-то покупка. Не знаю, там, через год он планирует, там, поменять недвижимость или купить что-то. То есть уже мы видим, что инвестиции на фондовом рынке не для этого клиента. Поэтому мы хотим, чтобы это было нашей нормальной, стандартной процедурой. Мы хотим это вводить в том числе в скрипты нашим финансовым консультантам. И мы хотим пронизывать этой идеологией всю компанию. И мы хотим всячески коммуницировать это во внешний мир, в том числе для того, чтобы люди, клиенты знали. Это компания, в которой могут мне прямо даже не рекомендовать вообще инвестировать деньги на фондовый рынок, потому что они мыслят вот таким образом. Поэтому, да, мы какую-то часть клиентов, например, мы потеряем для себя. Хотя, извините, пожалуйста, есть стереотип, все-таки, да, когда человек приходит к вашим коллегам, ну, в общем, в компании, которые занимаются подобными же вещами, предлагают эти же услуги. Есть стереотип, что такое мнение складывается, что я пришел, и вот задача этой компании навязать, да, что бы то ни было, особо не вдавать подробности, чтобы я, так сказать, пустым не ушел. Да, я бы сказал, что это не стереотип, это, наверное, практика рынка. То есть это так и есть. И в большом количестве случаев так и есть. Я не знаю, там, в 90% случаев. И только те 10% финансовых консультантов, которые на самом деле, вот сегодня мы много вспоминаем американские разные поговорки, у них есть такое выражение «влезть в его кеды». Да, то есть вот поставить себя на место клиента, не просто представить, а вот прямо вот в его кеды влезть, в которых он там 10 лет ходил, натоптал. То есть вжиться вот в его ситуацию. И наиболее успешные финансовые консультанты, адвайзеры, как в России, так и на Западе, это те люди, которые понимают полностью проблему клиента и именно в соответствии с этим рекомендуют или не рекомендуют. Вот это важно, или не рекомендуют. Или не рекомендует, и этим зарабатывается их репутация как консультантов, и этим зарабатывается наша репутация как компания. Это важно, я согласен. Вот, следующие принципы, которые мы положили в основу своей... Я прошу прощения, мы о следующем чуть позже, потому что сейчас у нас время рубрики, делаем паузу, а потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир «Бизнес-класс» на Афинам.ФМ. Тема сегодняшнего эфира «Паевые инвестиционные фонды для розничных инвесторов. Как правильно инвестировать, как выбрать приемлемый уровень риска и доходности». В гостях у меня Юрий Белонощенко, генеральный директор управляющей компании «Уралсиб». Телефон студии 651099,6, код Москвы 495. Итак, Юрий, продолжим наш разговор, собственно, о принципах инвестирования. Да, вы сейчас рассказывали. Да, и следующими принципами, очень важными, которые лежат в основе нашей модели, как я уже сказал, долгосрочное инвестирование, регулярное инвестирование. То, что не часто пока встречается еще в нашей практике, как инвесторы ведут себя. Обычно люди определяют какую-то сумму, приносят, вкладывают ее и потом уже ждут какой-то период времени. Вот регулярное инвестирование, то, что на самом деле распространено уже на международных рынках давно и является в каких-то странах уже такой, ну, такой, как бы практикой хорошего тона, это то, что мы сейчас активно пропагандируем. Это когда человек определяет для себя какую-то сумму в месяц, которую он готов безболезненно для своего бюджета выделять на инвестиции. Это может быть там 100 долларов, это может быть там 500 долларов, не знаю. И вот эта сумма, она просто автоматически отправляется из финансовой службы в место, где человек работает из бухгалтерии, попадает в управляющую компанию и распределяется в определенный набор фондов. То есть это происходит автоматически, человеку не нужно об этом думать, он один раз выбрав для себя эту программу, уже в будущем просто получат все преимущества от ее использования. Что дает регулярное инвестирование? Регулярное инвестирование дает как раз то, что, во-первых, вы по чуть-чуть накапливаете, вам не нужно сразу выделять какую-то ощутимую сумму. Во-вторых, когда вы вкладываете, например, каждый месяц или каждый квартал, вы путем этих регулярных вложений сглаживаете все колебания фондового рынка. Поэтому вот только преимущество несет такая стратегия, и мы всячески вот своим клиентам ее рекомендуем. Но вопрос, вот, наверное, мы сейчас перейдем к тому, что куда все-таки инвестировать, то есть в какие инструменты. И те же самые паевые фонды, их же есть огромное количество, акции, облигации, активно управляемые и так далее. И вот мы в своей стратегии, мы являемся фанатами, опять употреблю это слово, фанатами индексных фондов. Индексные фонды — это те фонды, которые, скажем так, следуют, как говорится, за определенными индексами или повторяют определенные индексы. Эти фонды не управляются управляющим в том смысле, что он пытается предугадать, что с рынком произойдет сегодня, что с ним произойдет завтра. Вот мы сейчас купим, а потом продадим и так далее. — Еще раз купим. — Да, да, да. То есть это индексный фонд, который соответствует какому-то набору заранее определенному ценных бумаг и в точности его повторяет. Поэтому инвестор должен, инвестор в этом случае полностью понимает, куда он вкладывает деньги. Мы называем это внутри компании такие пифы без сюрпризов. То есть это не тот пиф, в который вы вложили деньги, он, например, был привязан, не знаю, к акциям первого эшелона, активно управлялся управляющим. Вы смотрите, акции растут, а котировки вашего фонда падают. И для вас возникает такой сюрприз, в общем, неприятный. Происходит это потому, что управляющий думал не так, как рынок. Если же вы покупаете индексный фонд, то его котировки изменяются в точности в соответствии с тем индексом, на который он настроен. И здесь очень важно понять, а какие вообще индексы мы можем взять за основу. И почему мы как компания в этом году осуществили такое большое движение в сторону глобальных рынков. Потому что если мы посмотрим на Россию, то мы увидим, что российский рынок объективно является очень маленьким. Он составляет чуть меньше, чем полтора процента от мирового фондового рынка. Все мы понимаем, что он во многом завязан на определенную макроэкономическую обстановку в России, как то цены на нефть. И как обычно вы знаете, цены на нефть падают, наши рынки падают, цены на нефть растут, наши инструменты растут. Что-то больше, что-то меньше. Но в принципе корреляция там не очень как бы, она очень сильная. Все это происходит примерно одинаково. И мы считаем, что частный инвестор должен иметь возможность инвестировать шире, инвестировать в большее количество инструментов и не иметь зависимость только от внутреннего российского рынка. Поэтому мы даем нашим клиентам возможность инвестировать в глобальные рынки. Что мы сделали? Мы создали линейку фондов российских, это обычные российские ПИФы, которые инвестируют уже в глобальные классы активов, в акции развитых стран, в облигации развитых и развивающихся стран, в сырьевые рынки по всему миру, в глобальную недвижимость. И инвестор, который выбирает для себя с нашей помощью тот или иной фонд или комбинацию этих фондов, приведу пример. Например, покупая фонд акций развивающихся рынков, инвестор, его деньги распределяются в 959 компаний, которые на 20 развивающихся рынках торгуются. И 10 из них там основные. То есть, представляете, вот вы принесли свои, не знаю, 10 тысяч долларов, и они распределились в 959 компаний по всему миру, среди которых есть и Samsung, и LG, и разные-разные компании на всех развивающихся рынках. У вас возникает очень серьезная диверсификация. То есть, вот принцип не класть все яйца в одну корзину, он здесь реализуется просто в полной мере. Там другой пример, фонд акций развивающихся, развитых рынков. Там вообще почти полторы тысячи компаний. Поэтому инвестиции на глобальных рынках, они как раз дают клиентам диверсификацию. Не класть все яйца в одну корзину, не покупать только «Газпром» и «Сбербанк». Не держать свои деньги в каком-то узком наборе инвестиционных инструментов. И вот инвестиции в глобальные рынки, они начинаются с того, что клиент осознает, да, мне это нужно. Он приходит к нам, мы разговариваем с ним, мы предлагаем ему разные инструменты. Но самое важное, что мы в своей методике работы с клиентом, мы никогда не рекомендуем ему только один какой-то фонд. Мы рекомендуем клиенту всегда портфель, который составлен еще и из разных фондов. То есть, мало того, что вкладываясь в один инструмент, да, я уже диверсифицируюсь в зависимости от того, да, сколько инструментов внутри, там сколько, так сказать, наименований. Так я еще диверсифицируюсь, потому что несколько, да, несколько фондов. Да, вы диверсифицируетесь по классам активов. Классы активов, ну, я уже их перечислил, да, например, возьмем такой класс активов, как сырьевые рынки. Что мы подразумеваем под сырьем? Сырье — это нефть, газ, бензин, золото, алюминий, медь, кукуруза, пшеница, бобы, сахар. То есть это вот то, что во всем мире называется commodity, сырье. И, например, вот как класс активов, акции, развивающихся рынков, мы посмотрели по вашему риск-профилю, исходя из ваших целей, сроков инвестирования, не очень вам подходит или должен занимать в вашем портфеле маленькую часть. Но другие классы активов будут занимать большую. Поэтому у вас получается двойная диверсификация по классам активов и внутри каждого класса активов уже по конкретным инструментам, по акциям конкретных компаний или по конкретным сырьевым классам. Поэтому вот такая двойная диверсификация, она приводит к чему? Мы, когда придумывали и математическими методами просчитывали составные части всех этих портфелей и связывали их с риск-профилем клиента и тестировали их на 5 лет назад, на 10 лет назад, мы обнаружили удивительную вещь. Что портфели, вот если, например, мы будем сравнивать с индексом РТС, с нашим российским, то есть некоторые портфели, которые обгоняют индекс РТС в два раза по доходности, имея такой же уровень риска или дают такую же доходность, как индекс РТС при вдвое меньшем уровне риска. Поэтому вот здесь мы полностью видим реализацию вот этого математического правила инвестиционного, что портфельное инвестирование существенно снижает риски инвестора и при этом повышает доходность его портфеля. Поэтому результат для клиента, клиент начинает хорошо спать. Не только хорошо есть, но и хорошо спать, потому что он и доходность получает, и меньше волнуется. У него нет такого, что какие-то глобальные колебания обрушивают стоимость его инвестиций. Да, то есть в конечном итоге можно говорить, что вы целиком заботитесь о его здоровье. Причем о психологическом, о физическом. Да, о психологическом, о физическом, о финансовом. Ну, в этом мы и видим свою роль как управляющих активами. И вот эта идеология, мы выстраиваем ее для того, чтобы она пронизывала всю компанию, какие у нас продукты, как мы их упаковываем для клиентов в разные виды портфелей, каким образом мы консультируем клиента и каким образом мы осуществляем с ним дальнейшую работу, потому что дальше работа, она только начинается. У нас есть регулярные инвестиции, которые делает клиент. У нас есть ежегодная ребалансировка портфеля, потому что прошел год, одни активы выросли больше, другие меньше. Их соотношение в портфеле клиента изменилось, и оно уже в данный момент немножко не соответствует тому первоначальному, который мы делали, когда впервые определили его риск профиля и цели инвестирования. Мы делаем ребалансировку портфеля, следующий год пошел, когда клиент продолжает свои инвестиции. Поэтому это, знаете, получается такой как бы конструктор лего, наверное, когда мы из составных частей составляем клиенту определенный портфель. И интересный момент, что когда мы выпускали эти портфели наши как продукт, мы очень долго думали, как их назвать. Ну, какие-то классические варианты, там, умеренные, консервативные, агрессивные. И мы как-то решили, что это просто... Это уже набило оскобину, это не оригинально. Набило оскобину, но не так как бы, на самом деле, не так понятно клиенту, да. Агрессивный вроде вызывает какое-то отторжение, например, да, или совсем консервативный. И мы назвали наши портфели, у нас, ну, внутри нас наше рабочее название такое, скоростные портфели. А уже в клиентских материалах они у нас называются как портфель 40 км в час, 60 км в час, 90 км в час и 110 км в час. И мы решили, что вот такое скоростное название, оно очень правильное, потому что оно как бы такое двухмерное. Оно дает сразу клиенту понимание, можно ехать быстрее, но при быстрой езде возрастает уровень риска. Но быстрее доедешь до цели. Поэтому вот можно по городскому ограничению ездить, можно ездить так, как по трассам у нас было раньше, или так вот, как сейчас последние изменения в правилах дорожного движения относятся. Поэтому вот такие скоростные портфели. И они составлены определенным образом. И я здесь вот, ну, не побоюсь сказать, что да, мы были первыми на российском рынке, кто сделали широкую линейку глобальных фондов, не отдельные такие точечные маркетинговые идеи, там, акции США или Китай или Брик, а широкую линейку, которая покрывает всю классическую линейку инвестиционных классов активов. Второе, мы были первыми, кто сделали портфели вот эти комплексные. И то, что последнее, то, что мы сделали сейчас, мы вносим изменения в наши правила фондов. Мы роняем минимальную сумму инвестиций в каждый фонд, там, до 100 рублей. Ну, то есть на 100 долларов, придя к нам, или там на 3000 рублей, или на 5000 рублей, уже можно купить глобальный диверсифицированный портфель, составленный в соответствии с вашими нуждами и потребностями. Ну, это действительно очень актуально. Я хотел задать этот вопрос. Действительно, с какой суммой минимум я могу прийти, чтобы уже, так сказать, стать полноправным своим инвестором, что называется. Ну, вот один, вот наши портфели уже, там, 100 рублей, за 100 рублей можно купить один фонд. В самом таком диверсифицированном портфеле находятся у нас 9 фондов. Но так как они находятся там в весах 5%, 10% от портфеля, то вот итоговая сумма получается в районе 2500 рублей. Это самый-самый минимум, который мы сделали специально, чтобы любой человек с любым уровнем дохода мог приобрести вот такую глобально диверсифицированную международную корзину инвестиций. И до этого момента это было, в общем-то, или невозможно, или очень трудно, или связано было с проблемами с открытием счетов в зарубежных брокерах, или нужно было клиенту становиться квалифицированным инвестором. Это большой объем инвестиций, определенный оборот на биржах и так далее. Сейчас любой человек может прийти и купить это за карманные деньги. Очень демократично. Юрий, спасибо. Еще раз прервемся. Новости послушаем на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем тему паевых инвестиционных фонов для розничных инвесторов. У меня в гостях Юрий Белонощенко, генеральный директор управляющей компании «УралСИП». Телефон студии 651099.6, код Москвы495, сайт компании «Финам.ФМ». Юрий, мне показалось, что одним из ключевых моментов, если говорить обо мне, как о частном инвесторе, является понимание вот этого самого риска, возможного риска. Что я могу потерять? Как это определить, опять-таки, если применять технологии ваших сотрудников? Риск-профиль, да, или риск профилирования, так это, по-моему, называется. Да, это так и есть. Это риск-профиль, это так называемый ваш психологический портрет, насколько вы... Но именно психологический все-таки, да, в большей степени? Да, да. Конечно, это психологический портрет, но он, может быть, не является прям вот предзаданным врожденным, потому что он зависит еще все-таки от уровня вашего образования, понимания. То есть если вам объяснить, какова природа фондового рынка, насколько он может падать там в самые кризисные явления, что дает диверсификация, то вы можете немножко поменять свой подход к риску, просто через осознание того, ну, в каких параметрах движется этот инструмент. Вот, но это очень важный параметр, он, может быть, является даже одним из основных, потому что одним из под, вот, как бы, таких подпонятий, которые мы можем обсудить, когда мы говорим о риске, это ваша толерантность к потерям. Насколько вы вообще готовы что-то потерять, потерять вообще или потерять временно? И вот отсюда, в общем, проистекают многие ответы на вопросы, потому что очень часто бывает, когда клиент приходит, говорит, что я хочу много заработать, я понимаю риск-доходность, ну, мы все знаем эту кривую, чем больше риск, тем больше доходность, она связана не только с фондовым рынком, там, а и с жизнью вообще, там, и со скоростью на дороге, вот. Вот, и, но когда мы задаем клиенту вопрос, что, а сколько вы готовы потерять, то он, например, говорит, я вообще ничего терять не готов, вот ноль. Но при этом заработать хочу. Но заработать хочу. И тогда нам приходится объяснять, что это не бывает одновременно так. То есть не бывает дохода без риска. Просто невозможно. То есть всегда какой-то риск присутствует. Мы можем его уменьшать, да, мы можем, как я уже говорил, делать глобальные инвестиции, диверсификацию, делать портфель по распределению активов именно под профиль этого клиента. Но нужно понимать, что природа фондовая рынка, она просто содержит в себе вот рыночный риск, который даже может реализоваться в моменте. Очень простой пример приведу. Вы купили акцию, например, какая-нибудь акция торгуется там 41.25 на 41.50. Вы ее купили по 41.50 и через минуту решили продать. Рынок не изменился. Он даже никуда ни вверх, ни вниз не ушел. Но вы продаете уже ее по цене покупки по 41.25. То есть уже дешевле, чем вы купили. Вы уже что-то потеряли на этой транзакции. Ну или как в обменнике, если вы купили доллары и тут же их продали. О спреде там идет речь, да? Да, да, речь идет о спреде. Поэтому я не говорю о том, что когда рынок начинает уже и колебаться. Поэтому это ключевой параметр, и мы определяем его. То есть мы определяем, на самом деле, готов ли клиент идти вот в этот высокий доход или нет, потому что он связан с определенным уровнем риска. Является ли клиент на самом деле инвестором? Или он на самом деле является спекулянтом? Это тоже психологический момент, да? Конечно, да. Это также часто встречающаяся ситуация, когда, вы знаете, там клиент пришел, он сказал, да, я инвестор, я долгосрочный. Вот. Вот мы, значит, составили ему там, например, портфель, он его купил, и через неделю он звонит и спрашивает, какие котировки, какие цены. Да, да, да. То есть мы понимаем, что на самом деле он не инвестор, он спекулянт, он уже, а что с моими бумагами? Они плюс один процент, минус два процента. Ну, в общем, это, наверное, похоже, может быть, вот если вы купили квартиру с инвестиционными целями, не знаю, там, на пять лет или на десять, и вот вы ее купили, а через неделю интересует, сколько она стоит. Для вас это, в принципе, не важно, потому что вы купили в долгую, вас не должна интересовать вот эта вот рябь по воде, вот эти, как бы, краткосрочные колебания. Вас интересует долгосрочное владение ценными бумагами. И как говорят вот американские инвестиционные гуру, что реальный доход приносит не покупка и продажа акций, реальный доход от инвестиций приносит владение акциями или облигациями, добавлю я, да, то есть владение ценными инструментами, инструментами ценных бумаг, которые в долгосрочной перспективе, они на самом деле приносят вам доход. Потому что когда вот мы сейчас разговариваем с нашими клиентами, мы иногда говорим, что на вас будут работать компании по всему миру 24 часа 7 дней в неделю. И это так оно и есть, потому что та диверсификация, которую я назвал, что в фонде больше тысячи разных компаний, которые находятся по всему миру, и компании, которые работают там, есть с понедельника по пятницу, а есть компании, которые оказывают услуги, которые работают 24 на 7. И на самом деле, владея такими акциями через эти фонды индексные, вы, получается, вот весь этот мировой глобальный бизнес постоянно работает на вас. Какие риски этому сопутствуют? Да, мы понимаем, что мировая экономика может расти или падать. Да, мы понимаем, что там Apple, например, который показывал фантастический доход после объявления там о новых дешевых моделях айфонов, там упала на 5%. Но, тем не менее, компания продолжает работать, зарабатывать деньги, генерить прибыль акционерам и в конечном счете генерить прибыль этим инвесторам, которые вот сюда приходят на этот рынок. Второй момент, который связан с риском, который я хотел бы, наверное, проиллюстрировать, это момент все-таки, когда инвесторы пытаются найти какой-то вот магический кристалл, какой-то вот философский камень, какой-то вот именно тот фонд, именно ту бумагу, которая вот в ближайшее время выстрелит. И я бы сравнил вот этот подход, наверное, с поиском иголки в стоге сена, что и очень трудно сделать. Но реальные люди, наверное, сейчас уже не смотрят на инвестиционные инструменты вот с такой наивной точки зрения, что есть какой-то такой специальный, мне бы только его найти. Ну, знаете, клиенты есть разные, клиенты есть разные, и есть те, которые спрашивают там, ну, большинство, может быть, таких клиентов все-таки в брокерских компаниях находятся, когда они спрашивают, а вы-то что рекомендуете сейчас покупать? Вот вы-то что рекомендуете? То есть это все-таки вопрос, который связан с поиском некой инвестиционной идеи. Вот, поэтому мы, как апологеты индексного инвестирования, мы в ответ на это говорим, не ищите иголку в стоге сена, покупайте весь стог. Вот купите весь стог, купите весь рынок в определенных, правильно, определенных пропорциях, извините за эту фитологию, и вы получите и ту иголку, и те другие инструменты, которые также, ну, работают и покажут какую-то доходность. Ведь если мы посмотрим, опять же, вернемся к статистике, да, то есть статистика, она, в общем, в этом плане дает достаточно справедливые и достоверные ответы, то мы увидим, что если из всего множества боевых фондов, которые существуют в мире, только в максимальных количествах случаев 25% обыгрывают те индексы, на основе которых они построены. В некоторых случаях 12-10%. То есть 75% индексных фондов работают лучше, чем активно управляемые фонды. В некоторых случаях 90% индексных фондов дают клиенту доходность лучше, чем активно управляемые продукты. И это мировая статистика, и это достоверные цифры, и на них я призываю ориентироваться частных инвесторов. Если вы не являетесь профессиональным инвестором, если вы не общаетесь с аналитиками, с менеджментом компании, не читаете ресерч, у вас нет какого-то своего взгляда на отрасль, на коэффициенты и так далее, покупайте индексные фонды в портфелях, инвестируйте долгосрочно, регулярно, и, соответственно, осознавайте свой риск-профиль, обращайтесь для этого к инвестиционным консультантам, чтобы понять себя и для того, чтобы именно ваш портфель был составлен именно под вас. Для нас здесь может быть такой недостижимой пока еще планкой является один из английских банков, которые специализируются на управлении средствами частных инвесторов. Их анкета, которую консультант заполняет при первом разговоре с клиентом, которую составляли там ученые и нобелевские лауреаты, она занимает 70 страниц от четвертого формата. 70 страниц. Ужаско. Но это может отпугнуть того самого потенциального клиента. Может быть, но, понимаете, как мы зачастую тратим больше времени на выбор места для отпуска, на выбор отеля или на чтение тестов автомобилей, когда мы хотим поменять автомобиль, чем на то, чтобы осознать, каким инвестором мы на самом деле являемся и как правильно инвестировать в нашем конкретном случае. Что будет с моими деньгами в конечном итоге. Да, потому что это деньги, которые вы зарабатываете тяжелым трудом, отдавая свое время, часть своей жизни. И, может быть, этому стоит посвятить, чтобы заполнить 70-страничную анкету. Мы пока еще до этого не доросли. Наши пока еще на трех листах. Но для нас все-таки является это определенным показателем, что здесь как бы никогда не бывает достаточно. В этом нужно разбираться, разбираться, чтобы и мы, как профессиональные управляющие, понимали клиента. И клиент, чтобы понимал, что он делает и что ему по-настоящему нужно. И здесь вот нет предела совершенства. Здорово, здорово. Ну и осталось немножко времени у нас, да, Юрий? Если можно уже, вы как профессионал, да, какие-то рекомендации, если можно еще озвучить нашим слушателям. Опять-таки есть широкий выбор разных инвестиционных инструментов, но склоняемся мы, да, к небольшому набору, потому что в нынешние времена, видимо, он самый результативный может быть. Но, вы знаете, мои рекомендации, первая моя рекомендация, это если вы, скажем так, если вы задумываетесь об инвестициях, это верный признак того, что начать их нужно прямо сейчас. То есть начинайте инвестировать, не откладывая. Чем раньше вы начнете сберегать и накапливать деньги на вашу долгосрочную цель, это может быть квартира, машина, образование детей, или просто элементарно ваша пенсия. Потому что здесь, конечно, да, у нас существует система пенсионного страхования, но я бы все-таки порекомендовал подстраховаться и самостоятельно тоже откладывать на пенсию. Поэтому чем раньше вы начнете, тем лучше это будет для вас. Второе, я бы рекомендовал определить для себя какую-то сумму, которую вы можете, ну, достаточно, скажем так, безболезненно включить в свой ежемесячный бюджет, как сумму, которую вы будете инвестировать. Давайте определим, например, это, не знаю, там, 200 долларов. И следующая моя рекомендация, разделить ее пополам. Пусть это будет 100 долларов, пусть не 200, но 100 тогда вы точно можете инвестировать. 200 еще я подумаю. Да, да, да. А вот 100 тогда точно. И вот эту сумму, пожалуйста, регулярно отправляйте уже в диверсифицированный глобальный портфель, составленный из индексных фондов, ориентированный на разные международные классы активов, но составленный в соответствии с вашими потребностями, с вашим рископрофилем. Сделать это можно самостоятельно, сделать это можно с помощью финансового консультанта. Но все-таки, наверное, лучше с помощью консультанта, естественно. Можно и с помощью консультанта, но те люди, которые хотят в этом разобраться, я призываю, пожалуйста, покупайте книжки, читайте. Вот последнее, то, что мне попалось в глаза, там, руководство разумного инвестора Джона Богла. Это такой, как бы, гуру индексных фондов. Купите ее, прочитайте, и вам многое станет понятно. Юра, спасибо огромное. Уважаемые слушатели, время, к сожалению, закончилось. Я благодарю моего гостя Юрия Белоноченко, генеральный директор управляющей компании «Уралсиб» был сегодня у нас в гостях. Спасибо, Юрий. Спасибо вам. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok